Здравствуйте, дорогие девятиклассники! Сегодня мы продолжаем тему «Сложно подчиненные предложения с несколькими предаточными». И темой нашего сегодняшнего урока конкретно будет «Параллельное подчинение». Рассмотрим с вами предложение. Когда у меня в руках новая книга, я чувствую, что в мою жизнь вошло что-то новое, живое, говорящее, чудесное. Для начала, как всегда, мы должны обозначить главное предложение. Мы видим, что предложение начинается уже с союзного слова «когда». Следовательно, это предаточное предложение, и мы должны обратиться к главному. Главное предложение – «я чувствую». И мы видим, что у нас уже два предаточных предложения, так как мы видим слово «когда» и «что». И в этом случае мы задаем вопрос от главного предложения. Я чувствую, когда у меня в руках новая книга. Это предаточное, как вы знаете, времени. К предаточному времени мы задаем вопрос от всего главного предложения. Я чувствую, здесь уже мы задаем вопрос от глагола, что в мою жизнь вошло что-то новое, говорящее, живое, чудесное. Здесь уже, как вы видите, предаточное изъяснительное отвечает на вопрос «что». Это предаточное изъяснительное. Если нам нужно изобразить это предложение в виде схемы, то мы покажем это так. Главное предложение «я чувствую». И с обеих сторон от главного предложения находятся предаточные предложения. Одно предаточное времени, а второе предаточное изъяснительное. Итак, ребята, мы нарисуем здесь такие предаточные. Одно стоит в начале предложения, то есть до главного, а второе стоит после главного предложения. Таким образом, мы с вами можем заметить закономерность, что к одному главному предложению относятся два предаточных. И оба эти предаточных разного вида. Одно предаточное, как мы сказали уже, времени, например, то есть обстоятельственное, а второе предаточное изъяснительное. Таким образом, ребята, такое подчинение называется параллельным подчинением. Как вы видите, по схеме два предаточных находятся на одном уровне и относятся к главному предложению. Одинаково. Как только жара свалила, в лесу стало так быстро холодать и темнеть, что оставаться в нем не хотелось. Опять-таки мы видим, что предложение начинается со слова «как». И есть еще одно предаточное предложение, предложение, которое начинается со слова «что». Таким образом, это не главное предложение. Главное предложение здесь «в лесу стало так быстро холодать и темнеть». Предаточные предложения находятся по обе стороны от главного. Определим вид этих предаточных предложений. В лесу стало так быстро холодать и темнеть, когда? Как только жара свалила. Это предаточное времени. Стало холодать и темнеть. Так быстро холодать и темнеть, что оставаться в нем не хотелось. У нас есть сочетание «так» и «наречие быстро». Вы знаете, что это к таким словам или к таким сочетаниям относятся предаточные меры и степени. И что оставаться в нем не хотелось, это и есть другое предаточное. Так быстро, как. Опять-таки два предаточных разного вида относятся к одному главному предложению. Если мы обратимся к лучшим образцам прозы, то убедимся, что они полны подлинной поэзии. Мы видим, что главное предложение «то» убедимся. Здесь «то» — это продолжение союза «если». «Если то». И сложное предложение начинается с предаточного предложения, в котором есть уже союз «если». Есть у нас еще одно предложение. Давайте зададим вопрос. Убедимся в чем, что они полны подлинной поэзии. Мы задали вопрос от глагола, вопрос косвенных падежей, что получили предаточное изъяснительное. А первое предложение — это, как мы сказали, при каком условии союз «если» уже говорит о том, что это предаточное условие. И получаем такую вот схему. Для всех сложно подчиненных предложений с параллельным подчинением мы используем одну и ту же схему. Главное предложение и по обе стороны от него предаточный, который находится, конечно же, внизу. Ребята, порой параллельное подчинение называют неоднородным. Почему это подчинение получило такое название? Потому что, как и при однородном подчинении, предаточные относятся к одному главному. Но, как вы заметили, в отличие от однородного подчинения, в котором оба предаточных или несколько предаточных относятся к главному, отвечают на один и тот же вопрос и являются предаточными одного вида, то здесь уже мы видим, что предаточные являются разными. То есть одни могут быть, например, дополнительными или изъяснительными, другие обстоятельственными или же обстоятельственным и опять-таки изъяснительным, или оба предаточных обстоятельственные, но разных видов. Здесь времени, а здесь меры и степени. Таким образом, мы получаем параллельное, то есть неоднородное подчинение. Ребята, надо вам сказать, когда мы рассматриваем сложно подчиненные предложения с несколькими предаточными, то, конечно, в первую очередь мы, как вы знаете, определяем главное предложение. Но в параллельном подчинении к одному предаточному подчинение относится по-разному. То есть предаточное может относиться, одно предаточное может относиться ко всему главному, а другое может относиться к отдельному слову в этом же главном. Или наоборот. Давайте рассмотрим предложение и поймем, о чем идет речь. «Что бы о тебе ни думали, делай то, что считаешь справедливым». Как мы видим, главное предложение у нас тут – «делай то». И задаем вопрос к предаточному первому. «Делай несмотря на что» или «вопреки чему». Как мы видим, здесь у нас есть сочетание союзного слова «что» и усилительные частицы «ни», которые используются в предаточных уступительных. Следовательно, мы получаем первое предаточное «вопреки чему» или «несмотря на что». Предаточное уступки. И мы видим, что ко второму предаточному мы задаем вопрос уже от местоимения «то». «какое», что считаешь справедливым. А это уже предаточное, местоименно, определительное. Таким образом, мы еще раз скажем, что при параллельном подчинении два предаточных могут относиться к разным словам в главном предложении. Или же «не тот мужественен, кто лезет на опасность, не чувствуя страха, а тот, кто может подавить самый сильный страх и думать об опасности, не подчиняясь страху». Найдем здесь главное предложение. Главное предложение здесь разбито. «Не тот мужественен, а тот». Это главное предложение. Главное предложение разбито, предаточным. «Не тот мужественен, кто тот?» Какой, кто лезет на опасность, не чувствуя страха, это одно предаточное, местоименно-определительное. Вы видите, это предаточное осложнено еще дейпричастным оборотом. И в главном предложении есть еще одно местоимение, тот, от которого мы задаем вопрос уже к другому предаточному. Тот, какой именно, кто может подавить самый сильный страх и думать об опасности, не подчиняясь страху. Второе предложение тоже местоименно-определительное, и оно тоже предаточное предложение. Осложнено обособленным обстоятельством, выраженным дейпричастным оборотом. Итак, ребята, мы с вами заметили закономерность, что одно и то же подчинение, то есть параллельное, может выглядеть как к одному главному относятся два разных предаточных, к одному и тому же главному, или же в одном главном предложении от разных слов или от всего главного и от одного слова мы задаем вопрос к предаточным предложениям. Мы с вами рассмотрели уже все три вида подчинения, ребята, последовательное, параллельное и однородное. И если вы встретите предложения, в которых одновременно есть несколько видов подчинения, то такие предложения будут уже предложениями с комбинированным подчинением. Давайте рассмотрим такие предложения и посмотрим, о чем идет речь. Вечером буря разыгралась так, что нельзя было расслышать, гудит ли ветер или гремит гром. Найдем главное предложение. Вечером буря разыгралась так. Мы видим здесь сочетание так плюс глагол. Следовательно, задаем вопрос к предаточному образу действия. Разыгралась так, как именно, что нельзя было расслышать. И от этого предаточного мы задаем вопрос к следующему предаточному расслышать. То есть от глагола задаем вопрос. Что гудит ли ветер? Что? Или гремит ли гром? Вот здесь союз ли пропущен во втором предаточном предложении. А мы знаем, что такой пропуск может иметь место только при предаточных, которые имеют однородное подчинение. Посмотрите, у нас два предаточных соединены с сочинительным разделительным союзом. Или же, ребята, изобразим это предложение в виде вертикальной схемы. Вечером буря разыгралась так. Главное предложение. После него идет предаточное. Как так? Что нельзя было расслышать? Что нельзя было расслышать? Гудит ли ветер? И при однородном подчинении мы рисуем оба предаточных от одной точки. И таким образом получается, что в этом предложении, как вы видите по схеме, одновременно присутствует как последовательное, так и однородное подчинение. Или же рассмотрим следующее предложение. Чтобы идти вперед, чаще оглядывайтесь назад, иначе вы забудете, откуда шли и куда вам нужно идти. Итак, главное предложение. Чаще оглядывайтесь назад, иначе вы забудете. Чаще оглядывайтесь назад. С какой целью? Чтобы идти вперед. С какой целью? чтобы идти вперед и забудете что мы задаем уже вопрос от глагола откуда вы шли и куда вам нужно идти два придаточных которые отвечают на один и тот же вопрос и относятся к одному и тому же глагол в главном предложении изобразив это вертикальной схемы мы получим следующее чаще оглядывайтесь назад придаточная стоит до главного придаточная цели чтобы идти вперед и забудете что откуда вы шли и еще что куда вам нужно идти и мы получаем ребята параллельная как вы видите и однородное подчинение таким образом это предложение с комбинированным подчинением итак ребята сегодня мы с вами закончили изучение сложно подчиненных предложений с несколькими придаточными и сказали что в итоге изучив все три типа подчинения однородная последовательная и параллельная мы уже можем комбинировать предложение и в предложении можем встретить тип подчинения комбинированный когда в одном и том же предложении мы можем встретить несколько видов подчинения ребята обязательно закрепите полученные знания по работам с материалом учебника и до свидания до новых встреч здравствуйте дорогие ребята тема сегодняшнего урока многоугольники сумма внутренних и внешних углов выпуклого многоугольника давайте с вами посмотрим определение ломаной ломаной линии называется фигура состоящая из последовательно соединенных отрезков в которой конец одного отрезка является началом следующего ломаная называется замкнутой если начало первого отрезка совпадает с концом последнего отрезка ломаная называется простой если она не имеет самопересечений и простая замкнутая ломаная у нас называется многоугольником давайте мы с вами это рассмотрим на конкретных рисунках Посмотрите, пожалуйста, на первый рисунок. Это у нас простая, не замкнутая, ломаная, так как здесь нет самопересечений. Во втором случае это простая, не замкнутая, не ломаная. То есть это в данном случае является многоугольником. Третий рисунок – это непростая, не замкнутая, не ломаная. Тут есть самопересечение. И последний рисунок у нас – непростая, не замкнутая, не ломаная. Сами многоугольники, в свою очередь, бывают выпуклыми и вогнутыми. Выпуклый многоугольник – это многоугольник, который полностью лежит в одной полуплоскости, относительно прямой, содержащей любую его сторону. А в случае вогнутого многоугольника продолжение хотя бы одной из сторон проходит через внешнюю область данного многоугольника. Давайте мы с вами сравним выпуклые и вогнутые многоугольники. Посмотрите, пожалуйста, в случае выпуклого многоугольника каждый внутренний угол выпуклого многоугольника будет меньше 180 градусов. В случае вогнутого хотя бы один из внутренних углов вогнутого многоугольника больше 180 градусов. Если нам дан выпуклый многоугольник, то все диагонали выпуклого многоугольника будут лежать внутри данного многоугольника. В случае вогнутого многоугольника он будет иметь хотя бы одну внешнюю диагональ. Когда нам дан выпуклый многоугольник, то любая прямая может пересечь две стороны данного многоугольника. А в зависимости от того, через какую часть многоугольника проходит прямая, в случае вогнутого многоугольника она может пересечь несколько сторон. В данном случае прямая пересекает четыре стороны нашего вогнутого многоугольника. Выпуклый многоугольник называется правильно, если у него все стороны и все углы конгруентны. В данном случае у нас на рисунке представлен правильный треугольник, то есть это является равносторонний треугольник, правильный четырехугольник, то есть это у нас квадрат, правильный пятиугольник и правильный шестиугольник. Давайте рассмотрим диагонали выпуклого многоугольника. Из каждой вершины выпуклого n-угольника можно провести n-3 диагонали. Посмотрите, пожалуйста, в данном случае у нас на рисунке представлен пятиугольник. Мы не считаем саму вершину и две соседние. У нас, как видите, здесь из одной вершины проведены всего две диагонали. Если же мы говорим об общем количестве диагоналей выпуклого н-угольника, то общее количество диагоналей вычисляется по следующей формуле. n умноженное на n-3, деленное на 2. Давайте рассмотрим с вами задание номер 5 со страницы 120. В случае А нужно найти число сторон выпуклого многоугольника, у которого число диагоналей в два раза больше числа сторон. Посмотрите, пожалуйста, в пункте А, как мы сказали до этого, число диагонали вычисляется по формуле n умноженное на n-3, деленное на 2. И так как число диагонали в данном случае в два раза больше числа его сторон, то мы можем с вами записать следующее выражение. n умноженное на n-3, деленное на 2, равно 2n. Отсюда получаем, что n квадрат минус 3n равно 4n. Далее n квадрат минус 7n равен 0. n мы вынесем за скобки, получаем выражение n умноженное на n-7 равно 0. Получается n равен 0 и n равно 7. Но n равное 0 не удовлетворяет условия данной задачи. Поэтому у нас получается число сторон – это 7. В случае пункта В число диагонали в 6 раз больше числа сторон. Сколько диагонали выходит из одной вершины этого выпуклого многоугольника. В этом случае мы можем с вами записать следующее выражение. n умноженное на n-3, деленное на 2, равно 6n. Далее мы можем это выражение записать следующим образом. n квадрат минус 3n равно 12n. Далее n квадрат минус 15n равно 0. n выносим за скобки, получаем выражение n умноженное на n-15 равно 0. И получаем либо n равен 0, естественно, это значение не удовлетворяет условию задачи, и n равно 15. То есть у нас получается выпуклый 15-угольник. И так как нам нужно найти число диагоналей, сходящих из одной вершины, а это мы записали по формуле, вычисляется n-3, и получаем 15-3 равно 12. То есть из одной вершины исходит 12 диагоналей. Посмотрите, пожалуйста, на следующую теорию. Сумма внутренних углов выпуклого n-угольника, в случае, когда n больше равно 3, равна 180 градусу умноженное n-2. В случае, когда n равен 3, то есть когда это треугольник, мы знаем, для нас эта формула уже знакома, это 180 градусов. В случае, когда n больше 3, мы можем с вами рассуждать следующим образом. Так как из одной вершины у нас исходит n-3 диагонали, получается, что наш многоугольник делится на n-2 треугольника. И сумма внутренних углов каждого треугольника равна 180 градусов. Соответственно, если почитать сумму всех внутренних углов выпуклого многоугольника, то мы получаем формулу 180 градусов умноженное n-2. Из этой теоремы мы следующее получаем следствие. Каждый внутренний угол правильного n-угольника равен 180 градусов умноженное n-2 деленное на n. Следующая теорема – это теорема о сумме внешних углов. Сумма внешних углов выпуклого n-угольника равна 360 градусов. Посмотрите, пожалуйста, откуда мы это получаем. 180 градусов умноженное на n – это сумма внутренних и внешних углов выпуклого многоугольника. Естественно, имеется в виду, что при каждой вершине взят один внешний угол. И минус сумма внутренних углов. То есть мы получаем 180 умноженное на n минус 180 градусов умноженное на n плюс 360. То есть сумма внешних углов получается 360 градусов. Отсюда мы можем увидеть следующее следствие, что каждый внешний угол правильного выпуклого n-угольника равен 360 градусов деленное на n. Давайте рассмотрим с вами задание номер 7 со страницы 121. В первом пункте сумма внутренних углов выпуклого многоугольника равна 1800 градусов. Нам нужно найти а, сколько сторон, и b, сколько диагоналей имеет многоугольник. Давайте запишем следующее выражение. 180 градусов умноженное на n минус 2 равно 1800 градусов. Отсюда мы получаем, что n минус 2 равно 10, и n равно 12. То есть это получается у нас 12-угольник. Следовательно, у нас получается 12 сторон. И нам нужно найти в пункте b количество диагоналей. Мы знаем, что количество диагоналей вычисляется по формуле n умноженное на n минус 3 деленное на 2. В эту формулу вместо n мы с вами подставим 12. И получаем, что в данном случае у нас 54 диагонали. Давайте рассмотрим с вами пункт 2. Найдите градусные меры внутренних и внешних углов правильного. В случае а – шестиугольника, в случае b – десятиугольника. Для того, чтобы найти внутренние и внешние углы, в случае правильного шестиугольника мы сначала 360 градусов разделим на 6. Равно 60 градусов, то есть это получается его внешний угол. И далее 180 градусов минус 60 градусов, 120 градусов – это получается внутренний угол правильного шестиугольника. В случае b – 360 градусов мы делим на 10. И получаем, что внешний угол правильного десятиугольника – это 36 градусов. И отняв от 180 градусов 36 градусов, получаем, что 144 градуса – это внутренний угол правильного десятиугольника. И в пункте 3 сумма внутренних углов правильного многоугольника равна 1080 градусов. Нам нужно найти градусные меры каждого внутреннего и внешнего угла многоугольника. В этом случае тоже мы записываем следующее выражение. 180 градусов умножить на n-2 равно 1080. Отсюда мы получаем, что n-2 равно 6, и, следовательно, n равно 8. То есть, если мы 360 разделим на 8 равно 45, это получается внешний угол нашего правильного восьмиугольника. А от 180 градусов, если мы отнимем 45 градусов, мы получаем 135 градусов. Это получается внутренний угол правильного восьмиугольника. Следующее задание. Это задание номер 17 со страницы 122. Давайте рассмотрим с вами пункт А. На рисунке изображен вид палатки впереди. Найдите градусные меры неизвестных углов. Посмотрите, пожалуйста, это у нас получается семиугольник. Естественно, он у нас неправильный, но сумму внутренних углов мы можем вычислить по следующей формуле. 180 градусов умножить на 7-2, то есть получается 900 градусов. Если мы сложим все данные нам внутренние углы, то есть х, два угла у нас по 160 градусов, два угла по 150 градусов, плюс 2х плюс х, это будет равняться 900 градусов. Отсюда мы можем найти, что 4х плюс 620 градусов равно 900 градусов. 4х равно 280 градусов, и отсюда получаем, что х у нас равен 70 градусов. Следовательно, 2х у нас будет равен 140 градусов. В пункте В. Внутренние углы многоугольника, градусные меры которых указаны на рисунке, состоят из последовательности конкурентных углов. Воспользовавшись внешними углами многоугольника, найдите число его сторон. Давайте мы найдем внешние углы. От 180 градусов отнимаем 125 градусов, получается, что внешний угол у нас 55 градусов в данном случае. И от 180 градусов отнимаем 163 градусов, получаем в этом случае внешний угол 17 градусов. Для нас должно быть очевидно, что тут у нас четное количество сторон. Соответственно, исходя из этого, мы можем с вами составить следующее выражение. n, деленное на 2, умноженное на 55 градусов, плюс n, деленное на 2, умноженное на 17 градусов, равно 360 градусов. Отсюда мы получаем 72 градуса умноженное на n, равно 360 градусов, умноженное на 2. И отсюда мы получаем, что n равно 10. То есть у нас получается 10-угольник. На сегодня у нас с вами все. Для закрепления темы я рекомендую вам прорешать задание из вашего учебника со страниц 119, 121 и 122. До свидания, всего вам доброго. Здравствуйте, дорогие ребята. Сегодня мы будем с вами изучать основные характеристики линзы. Как нам стало известно на прошлых уроках, линза – это оптический прибор, который позволяет нам строить изображение, получать определенные, какие-то конкретные, служащие для получения правильного изображения предмета. Так вот, давайте на примере собирающей линзы посмотрим, какие основные характеристики находятся в данной формуле, в формуле тонкой линзы. Итак, если у меня предмет находится между фокусным и двойным фокусным расстоянием, я получаю изображение следующее – перевернутое, действительно увеличенное. Благодаря вот этому изображению я получаю три основные характеристики. А какие именно? Первое – расстояние ОФ называется фокусным расстоянием. Обозначаем мы его просто буквой Ф. Значит, у линзы, как рассеивающей, так и собирающей, имеется два фокуса. Так как это тело прозрачное, то линза может проходить как с одной стороны, так и с другой. Основное правило прохождения светового луча через линзу заключается в том, что световой луч, идущий через главный оптический центр, не преломляется. Если свет падает на линзу, параллельно главной оптической оси, после преломления в линзе он выходит через фокус линзы, который стоит после линзы. Итак, на пересечении этих основных лучей мы находим изображение точки А. Вот она пошла сюда. Точка В у нас будет находиться на оси, так как все лучи, идущие по главной оптической оси, они не преломляются. Итак, мы ознакомились с вами, что F – это главное фокусное расстояние. Фокус линзы так обозначается, и фокусное расстояние тоже так обозначается. Расстояние от предмета до самой линзы обозначается буквой D малая. Расстояние от линзы до изображения обозначается малой буквой F. Итак, произведя геометрические расчеты по подобию данных треугольников, мы пришли к следующему выводу, что формула тонкой линзы выглядит следующим образом. Расстояние обратное фокусному расстоянию равно сумме обратных расстояний 1 делить на D плюс 1 делить на F. Как мы уже и говорили, D – это расстояние от предмета до линзы, F – это расстояние от линз до изображения, полученное после прохождения в линзе. Данная формула присуща для собирающей линзы. Если у нас рассеивающая линза, то формула преобразуется следующим образом. Минус 1 делить на F равен 1 делить на D минус 1 делить на F малое. Здесь у нас возникает новая физическая величина, которая характеризует линзу. Она называется оптическая сила линзы. То, что мы сегодня тема нашего урока. Оптическая сила линзы – величина обратная главному фокусному расстоянию. Обозначается она буквой D. Ее формула равна 1 делить на F. Ну, естественно, аналогично F будет равен 1 делить на D. Наверное, вы слышали, когда человек обращается к врачу для того, чтобы глазному врачу-офтальмологу, чтобы получить какую-то информацию, консультацию, ему говорят о том, какие очки ему надо применять, и называя цифру в диоптриях. Так вот, за единицу оптической силы принимается одна диоптрия. Один диоптрий равен 1 делить на метр, или метр во второй степени. Помимо этого, есть еще главная характеристика – линейное увеличение линзы. Для оптической силы линзы мы используем букву D. Для увеличения, то есть у нас линейное увеличение линзы, обозначается за главной буквой гамма. Гамма – безмерная величина. Она равна отношению исподобия треугольников, то есть размера изображения к размеру предметов. Или расстояние от изображения до линзы к расстоянию от предмета до линзы. Гамма является безмерной величиной. А это очевидно, потому что это х большое измеряется в метрах, х малое в метрах. Они сокращаются. То же самое относится к расстоянию F и D. При сокращении мы получаем безмерную величину. Давайте на построение изображения в предмете решим определенные задачи. Учитывая основные правила, которыми мы пользуемся при построении изображения предмета в линзах, построим следующее. У меня предмет находится перед фокусом, то есть он находится за оптическим центром, но перед фокусом. Предмет АВ. Мы начинаем строить его изображение. Проходя через оптический центр линзы, мы знаем, что луч не преломляется. Преломляется он, проходя после линзы и выходит через фокус. Обратите внимание, линзы здесь, лучи пошли на расхождение, они расходятся. Значит, изображение надо строить перед линзой. То есть мы получаем следующее. Мниме увеличенное изображение. Следующий пример. Когда тело находится за двойным фокусным расстоянием. Используя те же самые принципы при построении изображения предмета в линзах, мы получаем следующее. Параллельно оптической оси выходит, преломившись через фокус, идя через оптический центр, не преломляется. И вот на пересечении мы получаем тоже тело. Тело не поменяло свои размеры. То есть оно осталось таким же, только перевернутым. Такое встречается у нас с вами, когда мы используем проекционный аппарат. Итак, смотрите. Нам дается линза с фокусным расстоянием 0,5. Давайте посчитаем, чему будет равна ее оптическая сила. То есть D. Оптическая сила линзы, мы знаем, что формула равна 1 делить на F. Подставляем 1 делить на 0,2, получаем 2 диоптрия. То есть если мы приобретаем оптические очки, которые убирают дефект нашего зрения, обязательно мы должны знать, что диоптрии показывают фокус на расстоянии, на котором мы уже начинаем видеть ужин. То есть на расстоянии 0,5 метра, 50 сантиметров, уже глаз нечетко видит изображение предмета. Чтобы убрать этот дефект, мы используем дополнительные оптические приборы, которые называются либо очками, либо в современном мире многие используют линзы. Тонкие прозрачные тела, которые возвращают нам данное зрение. Итак, при прохождении света через основной оптический центр луч не преломляется. Если он идет параллельно оптической оси, то есть заходит в линзу, преломнившись в линзе, он выходит через оптический центр. Значит, это используется для построения изображения предметов в линзах. Мы с вами знаем 5 основных положений, где может находиться предмет, и где потом вот такое движение света мы применяем в каких приборах. Значит, первое, когда находится перед фокусным расстоянием, за фокусным расстоянием, на двойном фокусном расстоянии, или же за двойным фокусным расстоянием. Вот каждое из этих расстояний, то есть изменение D, приводит к тому, что предмет получается по-разному. В ваших учебниках на странице 189 имеется задание, которое относится к данной теме. Значит, было бы неплохо, если бы вы сделали эти задачи в письменном виде, ответили на вопросы в ваших тетрадях по физике. На сегодня все. Успехов вам! Увидимся еще! Добрый день, дорогие ребята! Сегодня мы с вами поговорим о водохранилищах и каналах Азербайджана. Ребята, в Азербайджане протекает 8400 рек. Только 210 из них имеют длину более 210 километров. 21 река имеет длину более 100 километров. А две реки, такие как Кура и Арас, имеют длину более 1000 километров. Ребята, несмотря на такое большое количество рек, протекающих в Азербайджане, годовой сток нашей речной системы невелик. Он составляет 31 кубический километр. Ребята, большая часть речного стока формируется за пределами Азербайджана. И некоторые реки у нас являются транзитными. Транзитные, то есть протекают через территории двух или нескольких стран. Ребята, мы живем с вами в засушливом климате. Это вы прекрасно знаете. И, в принципе, речного стока нам недостаточно. Реки Азербайджана в основном используются для орошения, водоснабжения, рыболовства. Для судоходства мы используем только одну реку. Это река Кура от Устья до Евлаха. Все остальные реки у нас не судоходные. Большое значение реки Азербайджана играют в рыболовстве. Но сегодня мы с вами поговорим о водохранилищах, как я уже сказала, и каналах. От того, что речной сток у нас невелик, а потребности большие, для того, чтобы сохранить прекрасную пресную воду, на реках Азербайджана было создано около 140 водохранилищ. Конечно, они все разные по размеру. Я хочу, чтобы вы посмотрели наиболее крупные водохранилища. Это Менгичевирская, Шамкирская, гидроузел на реке Арас. На Куре у нас создано 4 водохранилища. Помимо тех, что я перечислила, это Варваринское водохранилище и Яникенское. Очень часто водохранилища не носят название водохранилища. Мы просто говорим гидроузел. Гидроузел – это подразумевается тоже водохранилище. Ребята, чаще всего водохранилища создаются в местах стыка горных территорий и равнин. В этом месте долина реки имеет достаточно глубокое русло. Ставится плотина и создается водохранилище. В этом случае, ребята, водохранилище не затапливает большую территорию, как у нас получилось с Менгичевирским водохранилищем. Оно самое большое в Азербайджане. Посмотрите, пожалуйста. В этой таблице у нас даны наиболее крупные водохранилища. Мы видим, какую площадь они занимают. И, ребята, а наша с вами задача – отметить, на какой реке построено то или иное водохранилище. Ну, посмотрите. Менгичевирское, Яникенское, Шамкирское, Варваринское – это все река Кура. Гидроузел на реке Арас, Мельмуганское водохранилище, построено на реке Арас. Джейрамбатанское водохранилище наиболее интересное. Сейчас мы с вами о нем поговорим. Сарсанское построено на реке Тертер, Арпачайское на Арпачае, Велищайское, естественно, на реке Велящай, Аханбуланчайское, ребята, на реке Ханбуланчай, в притоке Велящая. Ребята, что касается Джейрамбатанского водохранилища, оно у нас располагается на Абширонском полуострове. И это единственное водохранилище, которое питается водами не реки, а оросительного канала Самур-Девичинского. За несколько десятилетий XX века на равнинных территориях Азербайджана была создана густая сеть оросительных каналов. Наиболее длинным каналом у нас является Самур-Абширонский канал. Его протяженность 182 километра. Начинается он из гидроузла на реке Самур, протягивается до Джейрамбатанского водохранилища, питает его водой, а затем проходит по северу Абширона, где мы орошаем свои поля и сады. Второй по протяженности канал – это Верхний Карабахский канал. Он начинается из Менгичевирского водохранилища и протягивается до Баграмтапинского гидроузла, построенного на реке Арас. Его протяженность – 172 километра. Второй крупный канал, который выходит из Менгичевирского водохранилища, это Верхний Шерванский канал. Он проходит в северной части Шерванской равнины и орошает огромные территории. Ребята, Мильскую равнину у нас орошает главный Мильский канал, который проведен из Мильмуганского гидроузла. Баграмтапинский гидроузел, который создан также на реке Арас, из него выходят два очень крупных канала. Это главный Муганский канал и канал имени Азизбекова. Здесь перечислены главные каналы. Вы видите их длину и вы видите орошаемую площадь. А ваша задача, ребята, определить, откуда берут начало эти каналы и какие территории орошают. Кое-что я вам уже рассказала. А остальные задания вы постарайтесь выполнить сами. Ребята, водохранилища Азербайджана, кроме оросительной роли, играют еще большую роль в производстве гидроэнергии. У нас построено шесть достаточно крупных гидроэнергетических станций. Менгичевирская, которая была пущена в ход в 1953 году. Варваринская в 1956 году. Шамкирская, которая на данный момент является наиболее мощной, была пущена в ход в 1980 году. Еникенская в 2000 году. В 1970 году была пущена в строй Аразский гидроузел, который был построен совместно с Ираном. И на реке Тер-Тер была построена Сарсанская ГЭС. Ребята, в последние годы были построены более мелкие гидроэлектростанции. Это Ордубатская ГЭС, Шабранская ГЭС, ГЭС Тахтак-Керпиум. Продолжается строительство этих небольших гидроэлектростанций, которые играют значительную роль в энергоснабжении данных регионов. Ребята, огромную роль наши водохранилища играют и в рыболовстве. Созданы целые прудовые хозяйства, где разводятся мальки, а потом крупную рыбу либо выпускают в реки и Каспийское море для увеличения поголовья рыб, а часть поступает в продовольственные магазины. Я надеюсь, ребята, что сегодняшний урок был вам интересен, и вы хорошо выучите водохранилища и каналы Азербайджана, прочитав параграф 28. Всего доброго, до свидания. Здравствуйте, ребята. Сегодня мы продолжаем изучение четвертого модуля. Тема нашего сегодняшнего урока – сортировка и фильтрация данных. Для начала давайте вспомним, что такое база данных и что такое данные. Мы об этом говорили в предыдущих модулях. Данные – это фиксированные значения или же фиксированные сведения о событиях или о явлениях. Какими свойствами должны или же характеристиками должны обладать эти данные? Данные, которые хранятся в базе данных, они структурированные данные, потому что мы дали такое определение в базе данных. База данных – это совокупность определенным образом структурированной информации на какую-то тему, которая предназначена для хранения в длительное время во внешней памяти компьютера. И у нас возникает такой вопрос. А можно ли в электронных таблицах хранить столько данных, чтобы потом их обрабатывать или же анализировать с помощью компьютера? То есть невозможно это сделать вручную, и мы будем это делать с помощью компьютера. И второй вопрос – если внести данные в электронную таблицу, они будут какого характера – структурированные или не структурированные? Так как мы говорим о больших данных, давайте посмотрим, что такое большие данные. Большие данные – это термин, который используется для обозначения данных настолько большого объема, что их проанализировать и обрабатывать вручную невозможно. Для этого обязательно нужны компьютерные программы. Давайте вспомним, где мы использовали большие данные. Один из видов больших данных – это обучение искусственного интеллекта. Если вы помните, мы эту технологию называли машинным обучением. Еще где мы использовали большие данные? Вот для того, чтобы анализировать большие данные, есть специалисты, которые называются аналитиками, работают над этими данными. И анализируя эти данные, приходят к каким-то результатам. Вот, например, в конце каждого урока тысячи учеников, которые обучаются алгоритмике, они оценивают каждый урок. И вот эти данные, они называются большими данными. Анализируя вот эти данные, специалисты, методисты, они уже приходят к выводам, насколько удается задание нашим ученикам, насколько они им кажутся сложными. Хорошо, давайте попробуем ответить на такой вопрос. А можно ли в электронной таблице хранить и анализировать большие данные? И изучая вот это, мы с вами познакомимся, что такое сортировать большие данные. Давайте посмотрим и попробуем изучить вот такую таблицу. Таблица, она небольшая, здесь данных не так много. И попробуем ответить на следующие вопросы. Какая планета самая тяжелая? У какой планеты самая низкая плотность? И на каких планетах ускорение свободного падения меньше, чем на Земле? Конечно же, вот изучая вот эту таблицу, приходим к следующему выводу. Сразу же видим, что самая тяжелая планета – это Юпитер, как вы видите. Дальше, самая низкая плотность у Сатурна, а на Земле у нас ускорение свободного падения 9,8, а на Меркурии, Венере, Марсе и Уране – это меньше. Вот мы с вами посмотрели эту таблицу, проанализировали, и вроде бы все нормально, ничего сложного. А что делать, если у нас таблица большая? Сможем ли мы это сделать вручную? Чем больше данных, анализировать их вручную сложнее. Для этого уже нам нужна помощь компьютера. Например, перед вами вот такая таблица, где очень много данных. Давайте найдем в этой большой таблице с множеством количества данных самый тяжелый объект Солнечной системы. И, кстати, давайте вот очень интересно узнать, какой же объект является самым тяжелым в Солнечной системе по массе. Что мы должны делать? Здесь, как вы видите, данные о массе находятся в столбце С. И мы должны сортировать все эти данные столбца С по массе от самого тяжелого до самого легкого. Потому что вот в таком случае у нас на первой строке окажется масса того объекта, который тяжелый. Посмотрим, как это можно сделать. Чтобы сделать сортировку в столбце, мы сначала должны выделять всю таблицу. Далее нажимаем на правую кнопку мыши. Открываем «Сортировать диапазон». И у нас новое окно, где мы должны выбрать сортировку. Так как мы хотим сортировать столбец С, мы выбираем столбец С. Дальше есть два способа сортировки по возрастанию и по убыванию. Мы выбираем ячейку по убыванию и нажимаем на кнопку «Сортировать». Таким образом, как вы замечаете, мы все наши данные в столбце С уже выстроены по убыванию. Самый тяжелый у нас получается Солнце. Мы нашли, что самый тяжелый объект Солнечной системы – это Солнце. На втором месте у нас Юпитер, а Земля на шестом месте. Итого давайте повторим, как же мы делали сортировку. Чтобы отсортировать данные в таблице, мы должны сначала выделить всю таблицу. Далее нажимаем на правую кнопку мыши и открываем окно сортировки. В этом окне указываем на тот столбец, который хотим отсортировать. И выбираем с вами вид сортировки по алфавитному порядку, то есть по возрастанию, или же обратный алфавитному, то есть по убыванию. Таким образом, нажимая на кнопку «Сортировка», у нас все данные в таблице сортируются. Что такое фильтрация данных? Смотрите, если мы хотим убрать из этой таблицы все данные, то есть все объекты, кроме карликовых планет, что мы должны для этого делать? Чтобы отфильтровать данные, мы выбираем столбец «Ф», выделяем все объекты, нажимаем на кнопку на иконку «Фильтр», выбираем «Создать новый временный фильтр», и у нас появляется кнопочка в правом нижнем углу. Нажимая на эту кнопку, выбираем способ фильтрации. Будем фильтровать по значению. Как вы видите, все объекты у нас отмечены. Мы сбрасываем, выбираем только карликовые планеты и нажимаем на кнопку «Ок». И у нас в таблице остаются карликовые планеты. Ну, остальные данные, конечно же, не удаляются. Сделав обратный процесс, то есть выбрав все планеты, мы возвращаем все планеты на место. Значит, мы уже знаем, как фильтровать по значению. А сейчас узнаем, как же фильтровать по условию. Смотрите, фильтр по значению позволяет нам выбирать одно или несколько возможных значений. Позволяет нам выбрать значение, удовлетворяющее тому или иному условию. Давайте посмотрим, как же работает фильтр по условию. Чтобы создать фильтр по условию, опять же, мы выделяем столбец, который нам нужен. Нажимаем на иконку «Фильтр», создаем новый фильтр. И в правом углу, вы видите, создается окно. Оттуда выбираем «Фильтровать по условию». Вот, пожалуйста, выбираем пункт «Больше». Здесь у нас много условий, нам нужно «Больше». И значение пишем внизу. Мы сказали, что больше одного, поэтому пишем «Один» и нажимаем на кнопку «Ок». И у нас остаются все планеты, которые больше одного по массе. Значит, что мы сегодня узнали? Мы узнали, что такое большие данные. Узнали, что их можно анализировать в электронных таблицах. И для этого мы использовали такие функции, как сортировка и фильтрация. То, что я сегодня вам объяснила, у вас в электронных учебниках тоже есть. Остается выполнять тестовые задания и практические задания на платформе. До свидания. Желаю всем вам удачи. До новых уроков.